Всем привет, дорогие друзья! Чья это у нас большая пушка? А это у нас пушка Ягдтигра. Какая-то она огромная и длинная, ей кажется, можно землю пахать. Ну, может быть, конечно, и можно. А мы поехали в бой лучше с вами и посмотрим, может она пахать землю или не может, и вообще, на что этот танк годится. Сразу скажу, Ягдтигра мне понравился больше, чем Т-32. Но Т-32, конечно, может понравиться не очень многим. Поэтому Ягдтигра можно считать более-менее удавшейся машинкой. Хотя, вот есть тут и свои подвохи. Посмотрим мы на оборону, то бишь на броню корпуса. 280-80. Конечно, с бортов и кормы брони нету, это понятно каждому. Но вот лоб 200 мм. Вроде бы неплохие цифры, и думаешь, должны же этот танк не пробивать. Но, как выясняется, тут тоже свои, так скажем, особенности. Лоб у нас не весь 200 мм. 200 мм у нас только рубка, то бишь верхняя часть нашего великолепного Ягдтигра. Как только я выйду в бой, я вам это обязательно покажу. А вот верхние бронелисты, нижние бронелисты, они такие очень-очень своеобразные и нехорошие. Потому что у них брони меньше и пробивает их почти все. Но вот эта вот убер-мега-огромная супер-дрипер-пушка, как ее назвать, она, конечно, в своем репертуаре отлично. Снарядов завалить. Урон от 700 до 1166, претензий никаких. Бронепробитие от 186 до 345, тоже все мега-круто. Перезарядка 9,3. Сведение 1,9. Великолепные показатели для такого орудия. Мы можем столько урона в минуту наносить, что всем аж завидно становится. Отлично просто. Пушка великолепная. Но вот и ездить мы не особо-то. Ездим и броня у нас с подвохами. Поэтому танк нельзя сказать, чтобы был какой-то мега-супер-нагибаторский. Но мне он нравится. На самом деле танк очень хороший. Особенно из-за того, что у него пушка так выглядит. Просто фантастически. Как будто арта, я не знаю. Я арта, я уже не ПТ, да. Итак, мы едем. Новая карта. Я почти ни разу здесь не играл. По-моему, это вообще второй раз, когда я сюда попал. Очень и очень редко попадаешь. И у нас тут, как я вижу, три фронта. Так как я, наверное, когда-то уже пытался, видимо, снять на этой карте что-то в первый раз. Я так и не разобрался особо. Так я, как понимаю, здесь вот есть гора с полочкой, от которой можно очень хорошо дефить и отстреливать все, что снизу. Но интересная задумка, на самом деле. Поеду я под полками, так как вижу, что наши СТ сейчас займут гору. И буду всех, наверное, разносить в хлам. Ну, это я так предполагаю, конечно. Как получится, так получится. Видим то, что в ауражской команде есть еще эти две десятки. Забывать об этом не стоит. Эти десятки, они могут очень сильно. Всем нам навешать. Поэтому будем действовать более аккуратно. На полежу я чую у нас немаленькие силы. Со мной по центру почти никто не поехал под горкой. Ну и ладно. Пятьдесят пятка. Или кто там у нас? Пятьдесят четверка, да. Поедет сейчас посоветит. А мы попробуем заехать в тыл противнику. Самое главное не попасть на штурм ПТ. Штурм Тигра ПТ. Вы знаете, что это за машина. Ну, в общем, ничего хорошего она нам не сулит. Вы знаете. Урон у этой машины. Ого-го. Она может и вообще с одной плюхи достаться. Вон мы видим, какой у нее дрын. Ну и поэтому мы ей тоже вдрынем. Разочек. И, наверное, даже не один, надеюсь. Вот она не будет, что уезжает за камень. Да, она не за камень. И отлично просто. Попробуем поставить ее на гусеницу, если выйдет. Ну, в общем, поставили на вечную гусеницу. И это тоже, конечно, неплохо. Поехали, да или? Смотрю я. То, что Т-58 уже слился. Молодец. Игрок О-Бес или 0-0-Бес. Просто всегда так играй. Я тебя обожаю. Запомните этого чувака. Знаете то, что на Т-58, видимо, можно выезжать и разбирать просто в хлам. Ну да ладно, это я уж так. Шучу. Не выезжайте на Т-58. Мне, когда лбом он очень может вам сильно навешать за это. Это очень-очень карается. Итак. Ягдтигр. Ты в порядке? Эй, стой, подожди. Стой. В общем, я не понимаю, что творится в этом бою. Они, видимо, все какие-то наркотики принимают. И вообще какие-то они чудные. Ягдтигр, у меня, кажется, уже заметил. Но я буду на Ягдтигре крутить Ягдтигра. Да, видимо, это возможно. Да нет, я справа, парень. Развернись. Ты че? Ну, в общем, ладно. Проезжаем дальше этого обкурыша. И, наверное, поедем помогать нашим союзникам. Вот там вот ухи, как это можно назвать, наверное. Объезд, ухо, как угодно. Центр есть центр. Ну, а пляж это и будет пляж. Вот так вот обзовем мы эти направления на этой карте. В принципе, все, наверное, сходится. Или горка, как еще можно назвать. Ну да ладно. Самое главное нам сейчас завершать бой. Кстати, довольно-таки неплохой, я чую. Он в Ту-3 помирает. Все помирают. И все счастливы, живут дружно и тому подобные вещи. Остались у нас здесь еще два товарища друга. Но мы их, наверное, уже не успеем побить. Нанесли мы 4200 урона. В принципе, и стрельнули-то мы всего лишь 6 раз, по-моему, даже 1 или 2 раза промазали. И, в принципе, я считаю, что это, ну, более-менее, во всяком случае, больше у нас нанесли, ну, не очень много народу, в принципе. Только вот 3 человечка, которые выше нас по списку. Ну и, может быть, мы еще успеем стрельнуть по кому-нибудь разочек, попасть бы сходу. Попадаем по гусеницам. Просил попадания, получил попадание. А куда уж это меня, да, не спросили. Ну, в общем, я считаю, что бой вышел удачный. Машинка хорошая, перед ЯКПЗ. Очень даже неплохая, без всяких попоболей можно ее пройти. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока.